Более 60% людей имеют склонность к варикозному расширению вен. И, к сожалению, все чаще с этой проблемой сталкиваются уже в молодом возрасте. Отеки, судороги, тяжесть в ногах – все, что необходимо знать о варикозе в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сыпанченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи, врач-ангиохирург, флеболог больницы Середавина Андрей Шалашов. Здравствуйте! Добрый день! Мы сегодня хотим поговорить про ноги в сеточку. И это речь не о колготках, речь о варикозе. И, Андрей Геннадьевич, давайте, наверное, с матчасти все-таки начнем, да, выучим ее. Что же такое варикоз? Варикоз – это специфическое изменение вен, которое случается, ну, скажем так, у достаточно большого количества людей. Варик переводится как шарик. То есть, если есть шарики на венах, то, значит, у вас есть варикоз. Есть еще, скажем так, изменение, которое называется немножко по-другому. Сложное слово такое – телеангектазия. Это вот те самые как раз венозные сеточки, о которых вы начали сейчас разговаривать. Вот. То есть, это тоже является самым начальным проявлением венозной недостаточности. А скажите, вот это, эти узелки на ногах – это медицинская или косметическая проблема? – Это и медицинская, и косметическая проблема. Дело в том, что когда варикоз сам по себе начинается, то, в общем-то, как бы это больше косметика. Но жизнь устроена так, что если однажды варикоз появился, то и если он не лечится, то он начинает развиваться всю оставшуюся жизнь. И он постепенно-постепенно перерастает в чисто уже медицинскую проблему. То есть, это будут какие-то возможные осложнения и отеки, там, ну, целая куча неприятностей. – Ну, если я правильно поняла, тогда флеболог – это в данном случае в одном лице и косметолог, и доктор, который занимается обеими этими проблемами. – Да, ну, конечно, как косметолог это вряд ли так можно сказать. Вот. Но все-таки, да, мы занимаемся обеими этими проблемами. – А вот эти расширенные вены на ногах, все-таки по какой причине они появляются? – Дело в том, что вот варикоз изолированно, он встречается довольно редко. Слабость венозной стенки – это свойство организма. – Это точно так же, как цвет глаз, цвет волос, форма носа, шеи, там, и так далее. Мы так устроены, это генетически обусловлено. Проводились исследования, это уже доказано. И чем раньше появились проявления варикоза, тем с возрастом они будут, ну, все больше накапливаться. Поэтому это одна из причин. Вторая из причин – это, ну, скажем так, внешнее воздействие, что ли, или тот образ жизни, которым живет человек. Ведь не секрет, что, скажем, люди, профессии, точнее, в которых вот работают люди, стоячие, значит, профессии какие-то, там, прикмахеры, там, хирурги, я не знаю, там, люди, которые долго-подолгу стоят у станков, значит, вот у них проявлений венозной недостаточности больше. Скажем, бегуны на какие-то длинные, долгие дистанции тоже, пожалуйста, такие есть. То есть это идет в сочетании как внутренних факторов, так и внешних. Ну, и вкупе вот дает вот такие неприятности. Ну, еще тогда уж спрошу про самолет. Я сейчас не говорю про путешественников, но есть люди, которые просто бесконечно летают в командировки, и вот входят ли они в эту группу риск? Вот те люди, которые так часто перемещаются на самолетах, если получается так, что они, как бы, время перелета их достаточно короткое. Ну, сколько короткое, вы считаете? Ну, скажем, два часа, полтора-два часа, вот, то, значит, ничего страшного, такого нет. Но если получается такая ситуация, что вам нужно там в командировку в Таиланд, то, соответственно, конечно, это долгое сидение, и здесь уже появляется группа риска. Ну, если в конце время останется, тогда, может быть, поговорим, что делать часто летающим. Вот эта варикозная болезнь, как долго она может развиваться? То есть сначала каких-то там первых признаков или невидимо, и до того момента, когда она уже прям болезнь-болезнь? Я думаю, значит, дело даже не в том, что это развивается болезнь, дело в том, что вот мы среди наших пациентов, которые у нас получают лечение, проводили опросы, и удалось выяснить, что от первых проявлений варикозной болезни до момента обращения к специалисту, да, проходит в среднем от трех до десяти лет. Вот, и, ну, при этом болезнь развивается все это время. Вот, и получается так, что вот в это время люди пытаются использовать какие-то методы, которые находятся в интернете, советуются с кем-то, я не знаю, знакомыми, соседями, но почему-то уже, так сказать, к специалисту не обращаются. И вот когда уже, так сказать, вот, ну, как бы вот жизнь заставляет, или, скажем, человек убеждается в неэффективности вот этих методов, тогда, да, люди приходят уже к специалисту и, ну, делают то, что положено. Тогда будет хороший эффект. Ну, время от трех до десяти лет. А какого возраста был самый молодой ваш пациент, которого вы видели? Которого я видел или которого оперировал? Ну, в общем, не важно. Ну, значит, могу сказать так, что самый молодой, у молодых людей, да, то есть даже и в 14 лет бывает проявление... То есть даже у подростков. Даже у подростков бывает проявление венозной недостаточности. Тоже это связано со многими причинами. Вот, но, поскольку мы занимаемся лечением взрослой группы населения, то, как бы, вот, вся операция мы проводим у людей старше, там, 16 лет. Вот, но, скажем так, нередко к нам из детской больницы направляют пациентов для консультаций каких-то. Это программа «Звоните доктору». Сегодня в нашей студии консультирует врач-ангиохирург, флеболог больницы Середавина Андрей Шалашов. Мы говорим о варикозной болезни. И если болезнь очевидна, видна невооруженным взглядом, ну, вот эти вот бугорки, шарики на ногах, о которых вы говорили, то человек идет прямиком к флебологу. А если очевидных признаков нет, то я знаю, что пациенты проходят просто несколько кругов разных врачей, не понимая, что с ними происходит, жалуются на тяжесть в ногах. А вот как все-таки диагностируется варикозная болезнь? Ну, диагноз ставится так же, как ставится любой диагноз. Это осмотр, опрос, ну, и там дополнительные методы исследования, ультразвуковое исследование. Может быть, какие-то потребуются, ну, другие, более редкие, скажем так, методы исследования. Иногда требуется и это. Вот таким способом. Ну, а вот сосудистые звездочки, которые можно увидеть, это уже начало варикоза? Это признак чего? Это признак начала венозной недостаточности. Ведь варикоз – это тоже как часть вот этого большого синдрома венозной недостаточности. Ведь венозная недостаточность – это не обязательно в вены буграйны, да? Это могут быть и отеки, которые могут, скажем, усиливаться к вечеру или быть постоянными. Вот. Это какие-то специфические боли, которые присущи вот именно вот этому заболеванию. То есть это целые симптомы комплекса. Вот звездочки, они могут быть проявлением вот именно начала вот этой венозной недостаточности. А варикоз, вот как вот сами вот эти вот измененные вены, это может появиться, ну, через какое-то отложенное время. Вот некоторые люди считают, что варикозное расширение вен – это заболевание, которое, ну, собственно, не причиняет особо никакого беспокойства. Ну, да, некрасиво, но можно там это как-то скорректировать, надеть брюки, что касается женщин. Мужчин, наверное, в меньшей степени вообще это беспокоит. И коль скоро ничего страшного нет, то зачем, собственно, и лечить? Ну, есть они эти. А все-таки, на самом деле, вот это мнение, насколько оно справедливое и чем опасен нелеченный варикоз? Ну, могу сказать, что у нас было несколько, может быть, даже уже десятков человек, которые поступали именно таким вот образом. То есть, ну, вроде как вены есть, но они не беспокоят. Но варикоз вот развивается, и через какое-то время, через какое-то время появляются осложнения, которые уже видны. То есть, это может цвет кожи, например, на ногах принять, кожа может поменять цвет, скажем, ну, с нашего обыкновенного, да, на какой-то сначала серо-коричневый, потом иногда даже на черно-коричневый. Могут появиться язвы какие-то. И человек тоже говорит, ну, ведь у меня же не болит, и как бы зачем? Вот. Но все равно, когда уже появляются осложнения, когда особенно женщины видят, что вот у нее нога, грубо говоря, стала совсем другая, вот. Они, как правило, все-таки приходят пораньше. А мужчины, они приходят попозже, но все равно приходят. Вот. Поэтому ждать, когда появляются вот такие осложнения, ну, просто большого смысла не имеет. Ведь потом, чтобы избавиться вот от этих изменений, нужно затратить гораздо больше времени, гораздо больше усилий. Иногда это будет, ну, просто стоить дороже. Вот. Поэтому зачем предпринимать такие вот титанические усилия впоследствии, когда вот от этой проблемы можно легко и эффективно избавиться, ну, в настоящее время и дальше просто жить и радоваться жизни. А давайте уточним. Это не жизнеугрожающее заболевание? Это заболевание, угрожающее качество жизни? Или все-таки бывают ситуации? Сам по себе варикоз, вот если он просто существует, он угрожает качеству жизни. Но, к сожалению, нередко, в общем-то, а достаточно часто, у варикоза бывают осложнения, которые могут нести угрозу жизни. И тогда, ну, совсем другая ситуация складывается. Тогда сейчас вот все, особенно после ковида, все узнали слово тромбы, все, значит, смотрят интернет, смотрят разные ситуации, которые там обговариваются в СМИ. Вот, поэтому вот эти вот тромбы, они могут реально быть опасны для жизни. Но это уже осложнение варикоза. Хорошо. Странно, наверное, прозвучит вопрос, лечится ли варикоз. Странно, потому что, раз существует доктор-флеболог, наверное, он как раз лечением и занимается. Но и все-таки. Да, варикоз лечится. И я могу сказать, чем раньше пациент обращается с этой проблемой, тем эффективнее лечение. И самое главное, тем, как сказать, отдаленный результат лучше. То есть, были пациенты, ну, и сейчас есть пациентки, которые вот приходят там раз в год, раз в два года просто на консультацию посмотреть, надо ли что-то. Вот. Ну, мы их консультируем, если надо что-то, какие-то процедуры проводим. Вот. Ну, и, в общем-то, никаких проблем нет. Поэтому, я так думаю, что вот такое поведение, вот оно, как бы, наиболее оптимально. Вот. Варикоз, да, он и лечится. Я слышала от одной своей знакомой, сейчас вам тоже об этом сообщу, которая была у вас на консультации, что вы ей отказали в операции, скажем так. Ну, то есть, она шла и думала, что, ну, все, вот сейчас точно надо оперироваться. А доктор сказал, нет, оперироваться не надо. То есть, резать, не дожидаясь перитонита, ну, не про вас, очевидно, да? Да. Дело в том, что, ну, на каждой стадии развития существуют свои показания, противопоказания по проведению каких-то процедур. И мы стараемся вот это делать именно таким образом. То есть, если человеку операция не показана, вот, то мы стараемся, ну, как бы, вот, ее не проводить. Если есть другие методы, ну, зачем, там, удалять, коагулировать, там, или что-то такое делать на магистральных венах. Просто в организме человека лишних органов нет, как известно. Вот, и вена, в том числе, даже, ну, скажем так, минимально измененная или неизмененная, она все равно может пригодиться при тех или иных обстоятельствах. Иногда это бывает очень важное обстоятельство. Особенно, если, скажем так, в молодом возрасте это ощущается, оценивается, как бы, достаточно легко и просто, то, скажем, в более старшем возрасте и пожилом, когда у человека уже нет вены, это становится большой проблемой. Потому что, вот, например, операции на сердце, там, вот, как бы, используется вена. А если в молодости вена уже не стала, то, как бы, материал для пластики тоже нет. Лучше, да, не расходовать понапрасну. Да, да. Андрей Геннадьевич, я увидела на вашем сайте флеболог с ОКБ РФ такой синий флажок «Консультация». Ну, я так понимаю, что это действующий флажок, не просто для красоты нарисованный. А о чем вообще речь? Это что-то связанное, близкое к телемедицине? Или это написать вопрос, получить письменный ответ? О чем речь? Нет, это не просто так. И вот эта вот вся идея вот такого общения, она родилась из того, что очень много людей, очень много людей ищут в интернете какие-то ответы и задают вопросы, скажем так, Яндексу или Гуглу. Это очень быстро. Это очень быстро, да. И вот эти вот поисковики, они предлагают там миллионы каких-то ответов. А как из этих ответов выбрать именно то, что нужно, не знает никто. Вот. Поэтому гораздо проще, гораздо проще, находясь дома, точно так же, да, задать вопрос уже конкретному специалисту и получить конкретный ответ. Поэтому и тем самым сокращается время, значит, вот до обращения за, скажем так, специфической помощью. Поэтому это удобно и вот были проведены уже такие консультации. Как правило, вот люди, они довольны тем, что, особенно, допустим, это если жители удаленных районов, да, вот с Израем недавно мы разговаривали, вот, очень удобно. Поэтому это было сделано вот именно для этого. Это не телемедицинская консультация, вот, потому что закон о телемедицине, не о консультациях, он есть. Там есть своя специфика. Там должен быть поставлен диагноз, назначен лечение и так далее. Вот. Здесь мы, как бы, выбираем тактику лечения. Советуем, что для того, чтобы получить какой-то результат, вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять. Там вот советы идут уже. И тем самым экономится время. Даже если вот люди живут где-то здесь, вот, ну, даже вот здесь, пускай, вот, в городе, в Самаре, рядышком, да, то ведь для того, чтобы получить консультацию, это нужно отпрашиваться с работы, потом ехать по пробкам, потом ехать назад, потом что-то там, какие-то анализы собирать. Да, еще посидеть, подождать все равно. Еще посидеть, подождать. Здесь все очень удобно. Пришел с работы, включил, значит, интернет, зашел на сайт, выбрал, какую консультацию необходимо получить, все получил. И там через какое-то время, без нервотрепки, без всего, человек уже точно знает, во-первых, что ему делать. Вот, хотя бы для уточнения своих действий, да. И ведь не всегда получается так, что вот обязательно там из-за варикоза там нога болит, например, да. Но даются какие-то рекомендации, и к специалисту человек уже приходит подготовленным. Вот. И это сокращается количество визитов. Ой, бывает очень обидно, когда приходишь к доктору, и он говорит, сдадите вот это, 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 и тогда уже придете ко мне с анализами, да. Да, да, вот это вот как раз экономится очень время на этом. Повторные визиты. У нас, ну, скажем так, были уже такие случаи, когда, особенно, ну, это, правда, был такой случай, когда пациент, он уже приходил к нам, вот, он работает вахтой. Вот, то есть летает на север, работает, и для того, чтобы сократить вот время пребывания в Самаре, но в то же время успеть получить услугу и на следующую вахту уехать здоровым, да, вот, он издалека связался, получил все необходимые консультации, и буквально после того, как вернулся в Самару, по-моему, через день, через два его прооперировали, все. Ну, а смотрите, насколько вот все-таки информативна такая консультация, ну, вы человека видите, да, он видит вас, но вы же не можете пощупать ногу, там, как-то рассмотреть. Совершенно верно, совершенно верно. Значит, для этого у нас есть несколько способов или видов вот таких вот консультаций. Первый способ – это анкетирование. Анкетирование, оно предназначено для людей, которые уже точно знают, что вот у него есть вот такая болезнь, они точно знают, что им нужно делать, вот, но они не хотят вот это вот тратить время на визиты, стояние в очередях и так далее. Эта же форма подойдет консультации для людей, которые просто хотят узнать, вот, а надо ли мне чего-то опасаться, а есть у меня это или нет. Вот, вот этого достаточно, потому что там можно прислать фотографии, и если есть какие-то дополнительные методы исследований, там, вот, ультразвуковые, например, да, тоже можно сфотографировать, прислать, и вот те вопросы, которые задаются, их там достаточно много задается, вот, по ответам на вот эти вопросы уже можно, как бы, создать впечатление о том, что здесь действительно нужно. Это вот первая форма консультации. С вашим-то тем более таким опытом. Да, вот, это первая форма консультации. Вторая форма консультации – это очная консультация с использованием видеосвязи. То есть, бронируется какое-то определенное время, вот, сейчас пока это только по выходным, вот, и мы связываемся по видеосвязи. И человек в это время может, это, ну, примерно то же самое, как визит к врачу, только, значит, пациент находится дома. Да, да, а я нахожусь на работе. Вот и вся разница. И точно так же задаются вопросы, если нужно, вот, последний раз даже было так, что, вот, я говорю, камеру можете поближе поднести? Поднесли камеру поближе, все показали, рассказали, вот, тоже было все понятно. И мы уже без каких-то дополнительных, вот, действий согласовали тактику лечения. Я так думаю, что, ну, все будет хорошо. Вот. Ну, и третий способ – это, когда нужно прийти в поликлинику непосредственно. Такие люди тоже есть. Они говорят, я только хочу в поликлинику, пожалуйста, приходите. Проблем нет. Но вот эти вот методы, они не менее информативны. Опять же говорю, окончательный диагноз, окончательный диагноз, медицинский уже диагноз, он ставится только во время визита в поликлинику. Конечно, я вот не припомню случаев таких, чтобы тактика резко менялась или что-то там такое отменялось, или, ну, какие-то вот такие суровые были изменения. Вот. Теоретически такое возможно, конечно, вот, но практически такого еще не было. А вот сколько времени может длиться такая консультация, онлайн-видео? Время как-то ее... Консультация, она 20 минут, вот, точно так же, как временно в приеме, вот, но, опять же, вот эта консультация, она не просто, вот мы встретились там и начинаем разговор, то есть перед консультацией пациент уже предоставляет заранее какую-то информацию о себе, да. То есть сначала я просматриваю вот эту информацию, потом мы связываемся, и дальше уже какая-то складывается тактика ведения вот этого пациента. Насколько я понимаю, вот в больнице Середавина у вас чуть ли не одни, вы чуть ли не одни из первых такого рода консультации организовали, или где-то это еще есть? Ну, вот, нет, значит, вот у нас в области вот телемедицина работает уже очень здорово и все хорошо. Но, опять же, говорю, вот эта телемедицина по законам это только врач с врачом может говорить. Вот, то, что касается пациентов, ну, пока я не знаю, где такое сделано. То есть можно сказать, что в нашей больнице это впервые. Есть такой фактор, как отягощающая наследственность, и этот фактор в отношении врикоза работает, да. И человек, может быть, понимая, что, ну, он в зоне риска, может ли он проконсультироваться вот именно по этому вопросу, не имея еще, может быть, уже какого-то заболевания, но в целях профилактики? Конечно, конечно. И это очень удобно. Я даже больше могу сказать, буквально вчера или позавчера, не помню, коллега подходит, она работает в поликлинике участковым врачом, вот, подходит и показывает фотографии, вот, скажите, а что вот здесь делать? Потому что, ну, как бы, она терапевт, не знает, что делать, вот, а те специалисты, к которым она обращалась, они тоже как-то, вот, ну, как бы, ну, относятся прохладно к этому делу, потому что, вроде, это как бы не моя проблема, и занимайся сама. Вот, и, а сама пациентка, это уже, скажем так, немолодая женщина, вот, она просто боится, она даже отказывалась от предложения госпитализации, вот, просто из-за страха, вот, и что там что-то с ней сделают там и так далее. Вот, 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 именно для таких пациентов, которые боятся чего-то необоснованно, которые придумывают себе какие-то, вот, лишние страхи, которые тормозят лечение, то есть, вот, задерживают вот эти все вещи, вот, как раз для них, вот, это, коллеги, может, какие-то хотят, вот, там, что-то, какие-то, ну, поделить с какими-то впечатлениями и так далее, пожалуйста, это для них тоже есть. Я посмотрела, опять же, у вас на сайте существует такое огромное количество методов лечения варикоза, что я лично вот просто ужаснулась. Скажите, а вот по какому принципу все-таки, ну, это же не больной выбирает метод лечения, правильно, это же доктор назначает, и на основании чего, как вы вообще вот с этим манипулируете? Ну, во-первых, это опыт, раз, вот, второй момент, это, скажем так, есть специальные показания, которые разработаны Российской ассоциацией флебологов, вот, то есть, это, ну, серьезный научный подход и, как бы, тот опыт, который наработан уже врачом. Ну, чаще все-таки это оперативный метод лечения, хирургический? Нет, мы же с вами про это. Чаще нет, мы с вами поговорили. Здесь я не могу сказать чаще то или другое, вот, но все-таки, все-таки по показаниям. То есть, если надо делать, мы делаем. И здесь я могу сказать, что, скажем так, мы делаем, ну, вообще любые методы. То есть, если нужно сделать какой-то дополнительный разрез, то мы сделаем дополнительный разрез и, как бы, не будем мучиться, там, какими-то сомнениями, надо его, не надо, как будет заживать, там, все остальное. Мы просто знаем это, умеем и все это делаем. По поводу страхов, опять же, лечение варикоза – это долгий, мучительный, затяжной процесс? Ну, здесь что можно сказать? Вот, если мы говорим о избавлении от самих варикозных измененных вен, то, скорее всего, этот процесс недолгий. Вот, но, опять же, если помнить о том, что слабость венозной стенки – это свойство организма, то профилактика после вот уже завершения процесса лечения, она должна быть постоянной. Поэтому сказать, что мучительно, но это тоже не скажешь, потому что, вот, мы тоже проводили опросы среди наших пациентов, скажем так, я сейчас не помню, 80 с чем-то процентов сказали, что это не больно. Ну, вот, ну, там часть пациентов всегда, они будут, как бы, говорить о том, что, да, там, какие-то есть ощущения и все остальное. Вот, но все-таки, все-таки, больше 80 процентов – это не больно, это не мучительно. Человек находится дома, в своем социуме. То есть, человек пришел, мы ему провели какие-то процедуры, отзеваем чулок, даем рекомендации, он встал, ушел домой. Все. Ну, и завершающий вопрос сегодняшней программы – все-таки профилактика. Можно ли предпринять что-то для того, чтобы предупредить начало такого заболевания? Да, конечно. Здесь, в общем-то, эффективная профилактика, она складывается из двух компонентов. Первое – это постоянно, периодический прием каких-то препаратов, винатоников, вот, и использование компрессионного трикотажа. Компрессионный трикотаж тоже должен быть эффективным, потому что не все изделия, скажем так, они одинаково полезны. Вот, поэтому мы рекомендуем изделия каких-то определенных производителей, не потому что вот они нам вот так вот прям сильно нравятся, вот, а потому что мы знаем, что использование вот именно вот этой вот группы товаров, оно наиболее эффективно для большей части пациентов. Есть какие-то, скажем, пациенты, для которых можно, ну, сделать какие-то там другие назначения. Мы это с удовольствием делаем, и для нас это тоже проблемы нет. Но все-таки вот профилактика, даже профилактика, она, ну, имеет некоторые специфические особенности, и мы это всегда учитываем в своей работе. Я так поняла, что не нужно ничего себе назначать, все-таки проще проконсультироваться с вами и получить уже компетентный ответ. Спасибо, Андрей Геннадьевич, за вот эту нашу сегодняшнюю консультацию. Вам успехов, и с нашими зрителями мы увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин